Духовная жизнь Когда мы живем, мы замечаем, что наше сердце настолько грязное и скверное, что с ним нельзя жить. Затем, когда мы в Библии обнаруживаем сердце Иисуса, то поскольку сердце Иисуса, оно прекрасное и драгоценное, происходит изменение, и нам хочется оставить свое сердце и жить сердцем Иисуса. Однако многие люди любят себя, поэтому они не могут оставить свое сердце полностью. Но мы можем увидеть, что наше сердце настолько скверное, что нельзя любить наше сердце. Неважно, когда это произойдет. Важно, чтобы мы полностью оставили свои мысли и вошли в сердце Иисуса. Недавно, когда мы проводили конференцию в СЛФ, первый день я говорил о субботе. Слушатели удивлялись, когда я смотрел на их реакцию. Я был очень благодарен. Никто до этого не думал о субботе, как я говорил. Я был благодарен за ту благодать, которую явил Господь ко мне. Мне кажется, этот СЛФ был самым хорошим. Есть люди, которые сегодня пытаются всячески исполнять субботу. Но если у меня есть возможность благовествовать Евангелие, порой я, может, буду голодать, может, мне будет тяжело, но я буду с радостью благовествовать. Если через такого, как я, может кто-то спастись, если может кто-то приобрести новое сердце, тогда ни с чем это невозможно будет сравнить. Когда я служил в армии, я очень часто голодал. Знаете почему? Вообще есть определенное количество пищи, которую должны выдаваться солдатам. Но когда некоторые командующие нуждаются в деньгах, что они продают? Они продавали рис. Когда продавали рис, естественно, солдатам оставалось меньше еды. Конечно, очень обидно. Но знаете, повары, у них были хорошие технологии. Они вот так кладут рис, правой рукой берут лопатку для риса, тук-тук, и приготовились. Берут тарелку в левую руку, и потом раз, два, три, раз, два, три, и накладывают. И знаете, что удивительно? Что все рисинки стоят. Настолько хорошо стоят, что даже вид на пчели между ними. Это удивительно просто. Если посчитать рисинки, мне кажется, у всех будет одинаковое количество. Как бы мы ни сравнивали, у всех одинаково. В этой области они специалисты. Раз, два, три, раз, два, три накладывают. И у всех столько же рисинок, как у других. Если тарелка стукнуть по столу, это рис падает. И видно, что прям мало риса. И знаете, рисинки лишат, как... Я с собой не взял денег в армию. И мне очень хотелось попробовать что-нибудь сладкое. Я был очень голодным. Просто мне было жалко. Но потом говорят, у нас была тренировка по стрелбам. Нужно вот так, раз, два, три, приготовиться и стрелять. Для того, чтобы хорошо попасть в цель, нужно иметь хорошую позицию. Если у тебя плохая поза, ты плохо будешь попадать. Надо, во-первых, перестать дышать. Потому что, когда человек дышит, тело двигается, и тогда пуля летит не в цель. Мы тогда использовали оружие, которое называется М1. Конечно, сейчас в Корее используют в армии хорошее оружие, а у нас в то время был М1. Очень тяжелое. И целый день только думаешь о том, как вкусно поесть. Но знаете, за что я был благодарен? Я мог проповедовать Евангелие в армии. И пока я благовествовал Евангелие, я забывал о голоде, о том, что мне тяжело. Я не понимаю, почему братья и сестры сегодня не благовествуют Евангелие. Да, порой были ссоры, мы ругались, но всегда мы побеждали, потому что это истина. Чем слово проникает в душу человека, тот теряет силу. Все решается тем, это мои мысли или это мысли Бога. Служители, которые были во время брачного пира в Кане Галилейском, им кажется, что во время брачного пира нужно принести вино, если отнести воду вместо вина Кришна, организаторы будут в гневе. И поэтому невозможно отнести воду. Но Иисус говорит, подчеркните и отнесите распорядителю пира. Как нужно поступить в такой ситуации? Нам кажется, что ни в коем случае нельзя относить. А как можно воду относить? Но знаете, какое сердце было у служителей? Слово Марии было в сердцах служителей. Она сказала, все, что он скажет, то сделайте. Ранее такого не говорили. Но Иисус, он особенный, поэтому что он скажет, то надо сделать. Да, может быть, им было непонятно. Но неважно, ты понимаешь или не понимаешь, надо делать все, что он скажет. Мы служители, поэтому все, что нам скажут, мы сделаем. И они отнесли воду. Но эта вода превратилась в вину через Слово Иисуса. Евангелие Диана 3 главе рассказывается о Никодиме. Никодим ночью пришел к Иисусу. Он умный человек. И он говорит Иисусу, «Учитель, мы знаем, что ты пришел от Бога, ибо если не был от Бога, то невозможно совершать чудес, которые ты совершаешь». Однако Никодим не мог оставить свои мысли. Что сказал Иисус? «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Что сказал на это Никодим? Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в трубу матери своей и родиться? Никодим говорит эти слова, намекая, что Иисус говорит чушь. Но Иисус очень серьезно начинает пояснять, что Он хочет сказать. «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божие». И добавляет рожденное от плоти, есть плоти рожденное от Духа, есть Дух. То есть плоти, рожденное от плоти, есть плоть. Поэтому нужно родиться от Духа, от Святого Духа. Иисус поясняет. Перед тем, как родиться на земле, Иисус был Богом. То есть Он был Духом. Он был Богом. Для того, чтобы благопействовать людям, через Деву Марио, Он родился в человеческом теле. Иисус был Духом, но родился второй раз и пришел в плоти. А мы же родились плотью. И нам нужно принять Духа и родиться второй раз. Что значит родиться свыше? Это не мне надо что-то сделать. Нужно принять Дух Иисуса в свое сердце. До того, как я родился второй раз, я принимал то, что появляется от меня. «Ой, хочу есть, пить. Хочу гулять. Хочу веселиться. Ой, тоскуя по девушке». Подобные мысли вели нас. Но когда сердце Иисуса входит в мое сердце, и я уничтожаю свое, я уже умер во грехе, что значит родиться свыше? Это когда Иисус Христос, Его Дух, рождается во мне. Иисус очень подробно поясняет об этом. Однако, поскольку Никодим очень твердо верил в себя, он не может освободиться от своих знаний. Он говорит, «Как такое может быть?» Иисус тогда снова объясняет. Затем Иисус говорит, «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». Когда людей ужалил ядовитый змей, Бог сказал Моисею сделать метную змею и повесить на знамя. «И из меди сделали змею и поставили метную змею». В Библии есть очень много значений. Золото символизирует славу Божию. Медь символизирует суд. Когда делали шертовник, делали и из меди. Почему? Потому что медь символизирует суд Божий. Что значит, повесили метную змею? Это значит, что суд был над грехом. Иисус говорит, «Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». Медная змея показывает, что суд уже произошел. Также и наш суд получил вместо нас Иисус. «Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в небо не погиб, но имел жизнь вечную». Для того, чтобы мы имели жизнь вечную, Иисусу нужно быть распятым. Моисей поставил змею на знамя и поднял. Люди, которых ужалил ядовитый змея, если посмотрят на знамя, яд исчезнет из их организма. Что это символизирует? Если мы посмотрим на крест Иисуса Христа, тогда мы понимаем, что там наш грех закончен, что суд над нами завершен, что наши грехи уже омыты. Если мы посмотрим на Иисуса, если мы посмотрим на Его крест, тогда понимаем, что наши грехи уже омыты. И так наше сердце освобождается от греха. Когда мы получаем свободу от греха, тогда, к нашему удивлению, Дух Божий становится нашим хозяином. И когда Он ведет нас, вот что такое родиться свыше. Имея плод, если мы не принимаем Духа Святого, даже если мы исполним 10 тысяч раз заповеди Божьей, мы остаемся плотью. Даже если миллион раз мы исполним заповеди, плоть остается плотью. Плоть является враждем с Богом. Поэтому мы должны оставить плоть и принять сердце Иисуса. Вот что значит родиться свыше. У Никодима была очень высокая душа. Он не мог принять сердце Иисуса. Есть история о самаритянке. Иисус разговаривает с самаритянкой. До определенного момента Слово хорошо попадает в нее. Когда эта женщина принимает Слово Иисуса, она принимает не потому, что все понимает. Есть вещи, в которых, если ты не рискуешь жизнью, невозможно принять. Если я даже не погибну. Не тогда, когда я принимаю, потому что мне понятно. А даже, когда мне непонятно. Но когда я принимаю Слово Иисуса, Который говорит, что мои грехи уже прощены. Да, у меня появляется множество разных вопросов. Но даже появляются многие вопросы. Слово Бога есть Слово Бога. Поэтому мои мысли, они бесполезны. Если он говорит, что я омыт, значит, я омыт. Вот так нужно принимать Слово Иисуса. Не потому, что я хороший. Не потому, что я понимаю все. Не потому, что я согласен. Не важно, мне понятно или непонятно. Я, моя сущность, неправильная. Я не прав. Поэтому, как бы я ни смотрел, может, мне кажется, что Иисус говорит странное, но я буду принимать Слово Иисуса. Это называется вера. Иисус сказал самаритянке. Не просто он сказал. Всякий, пьющий воду, с ее возжаждет опять. А пьющий воду, которую я дам ему, не возжаждет во век. Ибо оно сделается в нем источником воды, текущей в жизнь. На самом деле, это непонятно. Что это за вода такая, которую ты не будешь жаждать во век? Был один брат. Он говорит, что после спасения он продолжал выпивать. И что он говорит? Он участвовал во Вьетнамской войне. Когда ему дают воду, тогда он снова жаждет. А если выпить пиво, тогда он не жаждет. И к тому моменту, каждый раз, когда он шел на сражение, он пил пиво. И это стало привычкой. И поэтому он всю жизнь пил пиво. Он говорил, я пью, потому что я жажду. Но проблема. Был выбор. Ты будешь следовать за плотскими желаниями или будешь следовать за словом Иисуса. Даже если мы верим в Иисуса, если я буду хозяином моей души, а не Иисус, можно сказать, что мы не верим в Иисуса. Что значит верить в Иисуса? Неважно мне понятно или непонятно. Когда царь приказывает мне, разве мы понимаем, потому что мы согласны? Нет. Когда солдату дает командование командир. Понятно, непонятно. Надо же ведь принимать. Если мы не принимаем, потому что нам непонятно, тогда это будет большой грех за непослушание. за то, что не посвиновались. Это большой грех. И за это ждет касть. Надо сражаться, а ты не слушаешься за неповиновение. Как бы ты ни был прав, как бы ни был хорошим, надо повиноваться голосу командующего. Причина, по которой мы верим в Иисуса, не потому, что наше мнение совпадает с Иисусом. Человек, который считает себя правым, он не может принять слово Иисуса. Надо стать тем, кто не прав. Нужно оставить себя. Только тогда мы сможем принять слово Иисуса. Мы сможем получить его руководство. Однажды у меня украли перчатки в армии. Я утром проснулся, и я молился. Я подумал. Может быть, если я украду перчатки, я не попадусь никому. Но если их кто-то хоть узнает, сможешь ли ты благовествовать? Нет, не получится же. Ведь все скажут, ты же вор, как ты можешь проповедовать? Тогда я не смогу благовествовать. Да, может быть, никто не поймает. Не узнает, но если поймают... Я понял, что я не хочу воровать. Я молился перед Богом. Господь, я не буду воровать. Я буду ждать. Дай, пожалуйста, пару перчаток. И я молился перед Богом. Господь Бог, если меня за это будут даже бить, я не буду воровать. Ты, пожалуйста, веди. Это было зимой. У нас было 200 солдат. И все поднимают во время зарядки руки наверх. У 199 человек. Синие перчатки, поэтому у них синие руки. А только у меня белая рука. То, что руки мерзли, это не проблема. Но я боялся, что скажут, а куда ты продал перчатки свои? А ну давай. И если будут бить, тогда я должен терпеть. И поэтому мне было страшно. Но в тот день я определился в своем сердце. Господь, если я украду перчатки и не смог передавать Евангелие, тогда служба в армии для меня будет настоящим ада. Мне было очень интересно благовествовать Евангелие. Потому что пока я благовествовал в Евангелии, да, было десятки тысяч проблем. Но что бы ни случилось, пока я благовествовал в Евангелии, у меня появлялась улыбка. У меня была радость. Я, когда жил в Тегу, много хотел проповедовать в Монетный двор. И сестры, которые там работали, они приходили после работы, и мы проводили общение. И мне нравилось идти к ним, когда сестры возвращались домой. я пешком шел по полю Акации. И мне было так радостно. Ой, сегодня Йога получила спасение. По-моему, в следующий раз он получил спасение. И эти мысли давали мне большую радость. Я видел, как сияют звезды. И этот покой. От места, где мы собирались, до станции автобуса, нужно идти где-то километр. И глубокую ночью я шел пешком. Сажусь в автобус. Я чувствовал, что мое сердце наполнено радостью. Чем можно поменять эту радость в мире? Иисус Христос радуется во мне. Мое сердце в покое. Даже если есть тысячи, десятки тысяч проблем. Если бы эти проблемы могли схватить мою душу, давным бы давно я бы оставил бы это служение. Но это радость, это благодарность. Когда я сажусь в автобус, в то время в автобусе многие люди курили. Когда я приезжал до дома, я выходил с автобуса и начинал чистить свой пиджак. 12 часов ночи я возвращался домой. И 2 часа я шел домой. Моя супруга, она держит ребенка в руках. По-моему, тогда мой сын Янгук был у нее на руках. И она дремлет и ждет меня. А я думал, интересно, она знает такое счастье? Как бы она была счастлива, если бы я знала эту радость? Такие мысли ко мне приходили. Иисус Христос, когда побеждает меня. Когда я повинуюсь Иисусу. Когда Он господствует надо мною. Когда я повиновался Господу. Мое сердце наполняется сердцем Иисуса. Да, мы были бедные, порой мы голодали. Но все равно безграничная радость наполняла меня. Когда я вспоминаю те времена. Пока три года я служил в армии. Первые 16 лет я был самым рядовым. Но я мог благовествовать новобранцам. Целый день я благовествовал Евангелие. Я был счастлив. Солдаты получают спасение. И потом, когда я закончил тренировку, я начал работать в той части. Это почти было невозможно. Нужно было занять первые пять месяцев, чтобы работать там, где ты хочешь. А у нас несколько солдат уже знали таблицу Азбуки Морса. Поэтому мне работать там, где я хочу, было невозможно. У меня не было ни связи, ни денег. Но я молился, чтобы Бог оставил нас в этой части. Был офицер, который помогал мне благовествовать Слово. Я был ему очень благодарен. И когда нас распределяли по частям, я пришел к нему в офис, чтобы попрощаться с ним. Офицер пришел. Я сказал, здравствуйте. Я сегодня заканчиваю тренировку и перевожусь. Я пришел попрощаться вам, потому что был благодарен вам. Он говорит, рядовой пак, сядьте, пожалуйста. Я сел. Он говорит, я хотел вас отправить в хорошие части нашей страны. Но рядовой пак, если вы будете рядом со мною, вы поможете мне вести духовную жизнь. Поэтому решил вас оставить в моей части. Поэтому, пожалуйста, не обижайтесь, но давайте будем работать вместе. Я сказал, спасибо вам, господин. И я попрощался с ним. Потом я пришел в бункер. В бункере очень темно, если закрыть дверь. Но я видел, что Бог жив. Находиться в той части было невозможно. Но пока я любил Господа, да, есть и этот момент. Но я очень не любил себя. Я не любил людей, которые выигрывали, как я. Не любил свой характер. И не было друзей, которые бы любили меня. Однажды один из моих друзей сломал мою вещь. Я начал очень сильно злиться. Он говорит, уксу, прости. А я говорил, что, словами прости? Можно все просить, что ли? Ты же сломал мою вещь. Но один друг сказал, эй, уксу, мы же друзья, да ладно тебе. Вот, возьми мой. Мой все равно лучше, чем твой. Мне стало очень стыдно. Я думал, почему же у меня такой характер? Я не любил самого себя. Я очень не любил себя. И сейчас я больше всех не люблю себя. Я не любил себя. Но когда я встретил Господа, когда я принял сердце Иисуса, я ясно мог отличить сердце Иисуса и мое сердце. И сердце Иисуса победило меня. Иисус возлюбил меня. Он вел меня. И пока я получал руководство от Иисуса, моя плоть хочет идти в эту сторону. Мои желания ведут меня в эту сторону. Мне хочется следовать за деньгами. Хочется следовать за плотскими желаниями. Хочется следовать за этим миром. Но Иисус был во мне. Поэтому я подчинился Иисусу. Конечно, простите. Да, я не говорю, что я никогда не сел за плотью. Но каждый раз я видел, как Иисус ведет меня. И я в своем сердце решил. Я ясно понял, что если буду следовать за своими мыслями, я погибну. Через этот процесс мы называем покаянием. Когда мы опустошаем себя, и когда Иисус ходит в мое сердце, для того, чтобы принять Иисуса в свое сердце, когда я оставляю себя, когда я оставил себя, может быть, вы не знаете, но в 19 лет я увидел, насколько я скверный, злой человек. Я понял, что все, что во мне, это зло. Я понял, что если я буду следовать за своим, я погибну. Это было правда. И когда Иисус наполнил мое сердце, мой взгляд на слово изменился. Моя жизнь начала меняться в деревне Куктун, в деревне Чангпали. Когда сейчас я вспоминаю те времена, мне непонятно, как я смог выжить тогда. Но это было жесть не моей душою. Но Иисус давал силы, чтобы я мог жить там. Я побеждал ненависть, побеждал гнев, побеждал зло, побеждал мои желания. И Иисус укреплял мое сердце. Порой я следовал за своей плотью. Но таким образом Господь решал мои проблемы, вел меня. Веря в себя, верить в Иисуса, это очень тяжело. Потому что наши плотские желания говорят совсем иное, не то, что говорит нам Иисус. Плотские желания противятся духу, а дух противится плоти. И они враждуют, чтобы вы не могли сделать то, что вы хотите. Нам точно надо знать, что суть плотских мыслей – смерть. А суть мыслей духовных – жизнь. Вот что говорит слово. Когда мы следуем за плотью. О, я же хорошо служил Богу. Я усердно служил Богу. Царь Давид однажды начинает следовать за своей плотью. Я порой чувствую, в последнее время, когда я стал уже в возрасте, я хотел немножко сделать приятное для плоти. И тогда плотские желания начинают захватывать меня. Я часто это чувствую. Если я буду хозяином моей души, будут проблемы. Давид жил, веруя в Бога. Но что он сделал? Началась война. Он отправил всех солдат на сражение. И Давид, написано, проснулся вечером. Мне кажется, всю ночь он до этого выпивал, веселился. И Давид поднялся на кровлю царского дома. Сейчас идет сражение. Первое, что должен был сделать Давид, это узнать, как идут сражения. Нужно узнать, сколько человек погибло из наших людей, сколько погибло у врагов, и потом, какая идет ситуация в сражении. Может, кого-то нужно отправить дополнительно. Но Давид, он проснулся и поднялся на кровлю и видит, какая-то девушка принимает душ. Может быть, она соблазняла Давида. Кто знает, что было у него на сердце. Нужно было так сделать, чтобы и сверху было не видно. Но об этом подробно не написано в Библии, поэтому мы не знаем. Мне кажется, может быть, и она пыталась соблазнить. Но когда сердце Давида долилось от Бога, когда он следует за плотскими желаниями, плоть начинает очень сильно охватывать его. Она была привлекательной. Он был красивый. Кто-то спрашивает, привезти ее к вам? Давид ведь не был таким, что мы должны помнить. И у Давида плоть была плотью. Плоть остается плотью. плотские желания. Плотьские похоти. Желания этого мира. Все они начинают вести сердце человека. Когда мы слишком приближаемся к нашей плоти, и мы постепенно начинаем любить то, что нравится плоти. Оно ведь нас ведет к гибели. Оно ведет нас к пагубе. Когда Давид веровал в Бога, он ведь так не поступал. Все солдаты пошли воевать. Он же остался дома. Потом мы можем увидеть, что он до старости сражался с врагами. У Давида был характер, что он не мог не идти на сражение. От любопытства он бы не смог бы остаться. Но он вошел к этой женщине. Потом она сообщила, что она беременна от Давида. Тогда он призывает ее мужа и говорит, «Иди там и отдохни, чтобы он вошел к жене. Тогда сможет обмануть ее мужа». Но муж не идет к жене. Тогда Давид убивает его. В плоти был спрятан большой грех. У всех у нас в плоти есть это зло. Как такое может быть? Оно грязное. Лукавое. И мы долгое время жили с этим. Иисус сказал самаритянке, «Всякий пьющий воду с ее вожажит опять. Пьющий воду, которую ядом ему, не вожажит во век». Как-то трудно представить, как это от воды ты не будешь жажить во век. Кажется, что такого быть не может. Но эта женщина поверила слово Иисусу больше, чем свои мысли. Господи, дай мне этой воды, чтобы мне не приходить сюда черпать воды и не жажить во век. Господи, дай мне этой воды, о которой не буду жажить и не буду приходить черпать воды. Прекрасным образом она отвечает. мы следуем за словами Иисуса не потому, что мы все понимаем, неважно, понятно или непонятно, поскольку Его воля правее, чем наше право, поскольку мы Его не можем понять нашим представлением, мы не можем следовать за Иисусом, понимая все, что Он говорит. поэтому нужно верить. Мы принимаем не потому, что нам понятно, даже если нам непонятно. Наши мысли так устроены, что мы не сможем понять. Мы не знаем все этой духовной жизни, поэтому нам нужно верить в Него. Неважно, вам понятно или не нравится. Вера, мы должны принимать слово Иисуса. Мы принимаем не потому, что все понимаем. Это касается во всех вопросах. Иисус говорит слепому, пойди к Упании селам и умойся. Ему было непонятно. Лазарь умер, а Иисус говорит, что твой брат будет жить. Это тоже было непонятно. Но они поверили. И когда поверили, Господь начинает действовать. Давид, он вроде бы верил Господа. Но знаете, что было опасно? Да, он до сих пор хорошо служил Богу. Но когда он отпустил свои желания, идет сражение, война идет. А он проснулся вечером. И самое важное время, когда идет сражение. Ой, позовите секретаря моего. Доложите мне о сражении. Сколько мы смогли захватить? Сколько потерь у нас? Какая наша цель? Чего не хватало? Расскажите. По-моему, командующий не подходит для этой задачи. Поставьте другого. Поменяйте. Вот что он должен делать. Но его мысли начинают идти не в ту сторону. Находясь платить, служить Богу, это безграничная милость Бога. Среди нас нет человека, который может победить плотские желания. Только пообладайте Божьей. Мы можем освободиться от нашей плоти и жить, радуя Бога. Идти вместе с Святым Духом. Мы идем не потому, что все понимаем. Когда Слово Господа входит в мое сердце, когда мы становимся едины с Ним, когда мы соединяемся с Его сердцем, тогда к святости Божьей, к Божьему духовности и к любви Божьей к Ним мы можем сделать шаги. И с того момента любовь Божия Его премудрость и сила входят в наши сердца и начинают вести нас. И эти вещи невозможно сравнить ни с чем. Оно святое Божие. Когда я встречал заключенных в тюрмах, каждый верит в себя. Они думали, если я вот так сделаю, меня никто не поймает. И они попадаются. Знаете, почему взяли женщину во время прелюбодияния? Результат тот же самый. Она думала, что если я буду прелюбодействовать таким образом, никто не узнает, что никто не поймает. Поэтому она прелюбодействовала. Если бы она знала, что ее поймать, разве она прелюбодействовала бы? Особенность заключенных. Есть особенность людей, которые играют в азартные игры. Они теряют деньги. Но когда теряют деньги, им хочется выиграть денег. И тогда им кажется, что они выиграют денег. О, потому что им хочется выиграть. И поэтому кажется, что вот-вот они выиграют. Да ничего, я выиграю. Они не думают, что они потеряют деньги. Потом снова теряют деньги. Но им кажется, что вот сейчас они выиграют. Они ведь в прошлый раз тоже потеряли. Но если бы они думали, что они проиграют, они бы не играли вообще. Но они очень сильно хотят выиграть. Из-за этой души они внимание своим направляют на то, чтобы выиграть. Те, которые хотят своровать, им кажется, что их не поймают, что они смогут успешно своровать, потом оказываются в тюрьме. И потом думают, я не хочу оказаться там. И они выходят оттуда. И потом думают, вот в этот раз меня не поймают. И поэтому все совершают преступление. Я видел, как живут в тюрьмах люди. Те, которые были в тюрьме, они не хотят возвращаться туда. Те, которые не были, они не знают, поэтому могут попасть. Но это не место, где могут жить люди. Там люди, как игрушки. Там жестокая жизнь. Надо все терпеть. Поэтому, когда выходят на свободу, они говорят, что больше я не возвращусь в тюрьму. Но потом оказывается снова. Почему? Потому что они хотят своровать. Им кажется, что они выиграют. Кажется, что они смогут заработать. И этой мыслью они обманываются. Их мыслях. Они обманываются своими мыслями. Многие люди обманываются мыслью. Поэтому противятся Евангелию. Осуждают церковь. Становятся рабами сатаны. И таких людей очень жалко. А знаете, что они говорят? Что они были самыми добрыми. Они слушают голос сатаны. Их обманывает сатана. И они так говорят. Знаете, в гостинице есть аппарат игровой. Я несколько раз был в Лас-Вегасе. И когда такие люди, как мы, путешествуют в Лас-Вегасе, нам бесплатно дают гостиницу. Ничего не требуют. Но у входа везде стоят игровые автоматы. Ни один не играет для того, чтобы потерять деньги. Вы подумайте. Лас-Вегасе дают бесплатно гостиницу. Устанавливают игровой автомат. Если хозяин гостиницы терять будет деньги, зачем он будет делать все это? Но поскольку есть прибыль, они принимают. Набирают работников. А использующие считают, что выиграют. Да, может быть, выиграют. Но если смотреть на процент. То вероятность потерять будет намного больше, чем вероятность выиграть. Когда теряют деньги клиенты, тогда хозяевая гостиница могут нанимать работников, оплачивать что-то. Если чуть-чуть подумать, сразу было понятно бы. Но поскольку они хотят выиграть денег, им кажется, что они выиграют. И поэтому используют автоматы. Им кажется, что они точно выиграют. И глупый человек верит этим мыслям. Очень жалко таких людей. Когда мы живем в Господе, будучи глупыми, мы верим с голосу сатаны. И следуем за голосом сатаны. Сатана начинает держать этих людей. Давид пил всю ночь. А когда вечером проснулся, ему неприятно. И нет охоты работать. Нет охоты обращаться к Богу. И в этот момент сатана кладет самую красивую девушку, чтобы бросилась ему в глаза. Сатана тоже мудрый, поэтому нашими мудростями невозможно его победить. Не надо верить мыслям, которые говорят, что ты выиграешь. Надо поверить в Слово Бога. Надо следовать за голосом Бога. Конечно, простите. Я также часто впадаю в свои мысли. Но одно точно, что я знаю. В 1962 году я понял, что если я буду следовать за своими мыслями, я погибну. Вот в этом я точно разобрался. И больше я не мог следовать за своими мыслями. Да, порой я может следовать за своими мыслями. Да, но Давид тоже последовал своими мыслями и страдал. У него был человек Божий, Нафан. Когда Давид был молод, был пророк Самуил. Потом был пророк Надан. Потом появился пророк Гатт в старости Давида. Поскольку Давид не доверял себе, он всегда рядом держал пророка и человек Божий. Он общался с ним. Ты тот, который совершил это. И он начинает осуждать зло Давида. И что говорит Писание? Давид признает, что я согрешил перед Богом. Вроде бы, такими простыми словами он говорит, но он понимает, что это не я был, а это был Сатана. Вот в чем Давид ясно разобрался. Итак, в Библии мы можем увидеть, как он освобождается от этого греха. Да, были трудности, тяжести. Но Давид восстанавливает отношения с Господом Богом. Может быть, люди думают, что я получил прощение грехов, и теперь я свободен. Но даже если мы получаем прощение грехов... Да, Давид стал царем, Бог его поставил. Но из-за этого греха ведь многие люди страдают. Его сын вошел к лунной ложнице. Сын пытается убить отца и захватить власть. И подобное было. Неважно, кем вы являетесь. Даже если вы умные, даже если вы некрасивые, даже если вы знаете что-то, даже если вы добрые, нельзя верить в себя. Надо верить в Иисуса. И образованные люди, и необразованные люди, люди, которые имеют веру, всякий, пьющий воду с ее возжаждет опять. Но пьющий воду, которую я дам ему, не будет сжаждать вовек. Да, непонятно, как это. Но человек, который верит в Бога, будет верить Слову. Потому что это Слово Бога. Я не прав. Бог не может быть неправым. Человек Божий говорит. Завтра в это время мера Муки Луши будет посекли, две меры Ячмени будут посекли. Это был голос Божий. А Саноний говорит, даже если Господь откроет окна, разве может быть такое? Две мысли борются друг с другом. Он обязательно погибнет и умер. Также вы должны запомнить, когда нам кажется хорошим, когда кажется приятным, это потому что плоть слишком стала близко к вам. Потому что нам кажется близким. Мы понимаем плоть, и кажется, что она привлекательна. Но оно не хорошее. Если вы будете следовать за плотью, Библия показывает, что мы погибнем. Знаете, что удивительно? Когда Иисус, Его голос мы принимаем. Наша плоть говорит, что мы согрешили, поэтому мы грешники. Но когда мы принимаем слово Иисуса, мы можем верить, что мы оправданы. Да, нам кажется, что мы грешники. Многие люди ходят в церковь, но они верят в слово Иисуса, потому что они верят в плоти. Поэтому они говорят, что они грешники. Мы не все знаем. Другое можно не знать. Но если Бог говорит, что мы оправданы, значит, мы оправданы. Если Он говорит, что мы святы, значит, мы святы. Вот что значит верить в Бога. Господь Бог в каждом из нас хочет, чтобы мы оставили себя и жили Божьим. Господь Бог проявляет безграничную милость Свою. Освободитесь от себя и верой принимайте слово Иисуса. Уничтожайте все ваши плоткие мысли. Оставляйте их. И когда слово Иисуса укрепляется на наших сердцах, тогда мы становимся маленькими Иисусами. Мы оставляем свое. О, я должен повиноваться, я должен быть добрым, я не должен воровать, я не должен обманывать. Нет, все наши решения, они бессолковые. Иисус уже сказал нам. Я вложу законы в моих сердцах их и мыслях их напишу. Когда мы верим нашего Иисуса, мы оставляем наши мысли и принимаем Иисуса. Даже если нам кажется, что мы правы, надо ставить себя. Да, я согрешил, я грешник. Но если Иисус говорит, что я правдан, значит, я правдан. Я принимаю слово Бога. И тогда произойдет удивительное деяние. Иисус становится хозяином наших сердец. И Господь начинает жить вместе с нами. И мы сможем получить Его благословение. И я верю в это. Павел сказал, я сараспи от Христу. И теперь не я живу, но Христос во мне. В сердце апостола был Иисус Христос, и он уничтожил свое сердце. Каждый раз, когда появляются плоские желания, вы думаете, о, смертвае двигается. Ты уже мертв. Христос живет во мне. Надо вот так верить. Слово. Мы веруем в Иисуса. Давид совершил страшный грех. Но он повиновался голосу Человека Божьего. И как мне поступить? И он принимает Слово Бога. Он смог восстановить отношения с Богом. И в старости он совершил грех перед Богом, считав с людей. Но потом он снова слушает голос Бога и освобождается от греха. В нашем сердце не наши мысли, а Слово Бога должно стать хозяином. И тогда Господь Бог будет вести нас к святости. У Бога нет лжи. У Него нет зла. Господь Господствует над нами. Мы имеем мир, имеем благословение. И я верю, что мы будем вести прекрасную жизнь. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok